Твой начинается! Сам, собственно. Очень доступно пояснил за проблему засвета и ПВО без авиков. Бессрочно нужно в политику. Не, я не хочу в политику. Это грязь. Это не мое. Просто не мое. Пиротехник вообще сам не нужный перк для крейсера. Он дает 1% поджога. Ни о чем. Без него лучше поджигает. Ну да. Логика, конечно, запредельная. То есть перк дает шанс пожара 1%. Сигнал дает 1%. Другой сигнал дает 0.5%. Ну, казалось бы, да зачем это брать? Это всего лишь 2.5%. И, естественно, именно без этих перков поджигает лучше. Само собой. Не поспоришь. Я даже комментировать не хочу. Трон, здорово. Здрасьте. Корич, приветствуем вас. В этой игре даже процент чего там роляет. Да. Процент роляет. 1% это больше, чем 0%. У нас, кстати, так закинуло. Опять тут восьмерочки. Что-то тут поднасрано. Десяточки, девяточки, восьмерочки. Сейчас, как лайтнинг, Энглс подсветит нам? На что-то сомневаюсь. Здрасьте. Джорджи или помирание? Джорджи. Я помиранию не люблю. Но это я говорю про то, что мне нравится. Мне больше помирание. Мне больше Джорджи нравится. Помирание мне не нравится. Все. Сформулировал, сказал, поплыл дальше. Ой, что-то как-то хорошо залетело. 8 из 12 это. Сейчас сам не снайпером-то стал-то. Ты посмотри. Ну, 3 из 12. Вот это нормально уже. А то что-то шандарахнули прям так не слабо. А вот это вот вообще профессионально. Это да, это я одобряю. Вообще, зачем попадать? Согласен. Так, ладно. Надо набрать скорость. Еще один пульк там попал. Один пульк, один пульк. Но он сейчас довернет. Ну, может, и пробьет. Вот что? Все-таки Нептун. Опять остров передо мной. Опять остров. У меня сегодня будут проблемы с островами. Потому что... Да не сегодня. Ближайшие два года у меня будут проблемы с островами. Я мало сплю. Я их не замечаю. Я брезгую их оплывать. Буквально таки. Ну, ничего. Сойдет. Вроде как стреляем и хорошо. Там у них он без мачки в атаку перешли. И это все можно на отступленьице. Сейчас маленечко потеребить, покалечить. Гинда все так же хороша. Гинда хороша. Но ей цитадель на рандоме легко убивает. И этим она ужасающе плоха. Лайтнинг же мой очень слабый. Потому что... Ну, он прям стремится сдохнуть. Вот серьезно. Надо вот в этого пострелять. Бисмарк-то горит. Че, на него время-то тратить. А этот не горит. Че, назад же, что ли, там? Так, надо, короче, КД собрать на единый пучок, чтоб стреляло все залпом. Не будет хорошо. Ну, этот и сгорел без нас, собственно. Да ну шо, в тебя стрелять? А, он остановился. Хреново, хреново, хреново. Остановился он в какой-то момент. Это печальненько. Назад все-таки сдает. У нас тем временем минус два. Тоже наши союзники не терпят побед. Нет, желает побыстрее пойти в новый бой. Нет, Массачусетс на краю карты сдох. Поэтому, в принципе, пережить можно. А вот там уже теряем Ягума, который умирает от залпов тундры. Вот это уже все печальнее. Ну, Бургунька там отыграла Таллина. Правда, тут же сдохла от Кремля. Не, ну это будет жестко, потому что сейчас циклон еще вхерачится. И у нас будут определенные трудности. Я что-то не дописал, что ли там что? Может, что не дописал? Сейчас посмотрим, короче. Торпеда прям перед ним затонула. Ой, зачем же ты стреляешь? Просто беги, беги. Надейся на успех. Не, ну их просто разматывают. Они не пытаются жить. Они не пытаются жить. Просто катаются, отдаются. Там он Аляска вообще позади всех, всей планеты. Видимо, очень страшит ее возможность получить 4 пожара. Здесь тоже за островком притаился. И еще один ДПМщик тоже катается за островками. Ну, что могу сказать? Походу, это были опять мои союзники. Типичные, блин. Медвей, конечно, пытается что-то там поддамажить. Ну, все это херня, конечно. Кремля, кстати, весьма мало хп. Его бы залить до полноценного циклона, но там у него этот Кузнецов активировался. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Че ты раньше-то с РЛСкой своей сюда не подплыл? Предвестник, блять, поражение. в принципе здесь три корабля которые мы можем убить принципе сейчас если невский пойдет то мы точно должны их убивать тундра может остановить кремля как бы это странно и стрёмно не было но может ли он вот это вот это бесполезная мяско потому что он не планирует воевать это печально особенно в том ключе что если сейчас тундра все-таки от кремля отъедет потому что если она сейчас под него бортину подставит ее кремль просто уфигачит залпом одним это будет не очень хорошо нас просветил самолет и теперь весь мой план по скрытному подхождению обломился мы еще этого хрена не пробили по-человечески крейсер противника уничтожен мы еще не убили мы еще не убили что-то меня на самом деле вот это вот рисует жан баррад сейчас в носяру так расхуевертил вы посмотрите просто но это трешачок какой-то я осуждаю такие действия осуждаю осуждаю я такие действия а невский жопшник не пошел то со мной не пошел он засал он засал и отступил господи боже мой ну ты дуря блин дуря просто тотальная чё что не пошел со мной здесь нужно было быстрее проходить на раше и все это убивать а ты засал просто засал на что это такое все случилось то что пролетел то мимо просто подозрительный ты тип я тебе скажу чем им кто полетел ну и как вы понимаете мои тиммейты и они эти пассикаторы ну и баллы то конечно хилим но он сейчас 1080 несет не меньше не меньше понимаете а теперь внимание вопрос реально ли в такой сложной обстановке с таким ссыкливым невским победить при вполне себе еще более-менее активно летающим медвее сомнение сомнение я понимаете это конечно непонятно там у них кремль блин при хп тундра этого невского не на это поражение как бы но хотелось бы кого-нибудь ухерачить еще для кракена так сказать но это габел он должен был быть со мной мы должны были с ним дальше идти крутить просто-напросто он взял об тундру там убился благочестивый товарищ давайте бэбэшки зарядим на случай появления бортоходящего какого-нибудь хряка но это все сложно да вон там кто-то стреляет агрессирует медвое сейчас найдут и от того кают что тоже конечно несомненно грустно и понять вот что делать выходить на них но это поражение в любом случае я сомневаюсь что там у этих товарищей очень мало хп что у нас есть шансы как бы это все перестрелять врыв еще мы какой-нибудь навряд ли организовать сможем потому что мы просто ну наш бар фугасом в нос разобрал ему было очень сложно мне конечно думаешь что кто-нибудь там полюбас возвращается привет как ты относишься к стримеру х тигмы с газеля к стигму у меня дружбан мой лучше любит его смотреть матюкается там хорошо я нормально отношусь ко всем кто меня не трогает я бы вот так от назвал то есть я не испытываю не ненависти кому-то ничем не глубоко параллельно кто что делает кто что делать если меня это не касается как только начинают переходы на меня а есть один товарищ у нас на ютубе который подпиздился маленечко тогда вот я отношусь скорее конечно же негативно ой умрешь умер но чет короче мы вот здесь вот запиздились опять маленькая когда начинаю говорить я не могу играть полноценно нам повезло что на нас вышло два шотника очень сильно повезло но проблема в том теперь одна глобальная проблема что медвей у нас все-таки слаб потому что если бы он сбежал бы и шел бы за мной опять таки что и должен был делать вот этот вот а товарищ на невском мы могли бы выйти к победе могли бы то есть медвей бы летал вот это все атаковал мы бы просто заходили бы крутили бы эти точки и тянули бы на победанку но такого не произошло с почему спросите вы потому что всем срать всем срать главное домашки набить просто набить домашечки святой надо ну и сами понимаете конечно бить домашку же лучше так чтобы не бить и домашку парадоксальная штука да но именно почему-то те кто папают на домашку они на домашку не играют ну да не суть какой-то конечно урончик мы еще здесь нанесем но я думаю вы понимаете что потянуть вот это вот она нереально сейчас стрелять не будем не будем стрелять хотя слушайте слушайте слушать 1 да нереально но там тундры мы ее она сейчас будет попадать по 5-6 тысяч точно за залп у нас отрывать плюс она нас пересвечивает хост игривую имеет над нами тактическое преимущество ёсина сейчас вернется на ту точку и идти на тундру в не вариант потому что на сближении тундры нас будет убивать будет надо держать дистанцию тогда за счет дистанции может у нас появится что-то одержать дистанцию это значит что придется отступать на другой фланг и мы будем отходить от точки а чем дальше мы от точки тем хуже потому что теряется контроль по времени а он еще и бы бэшками стреляет а я бортом то бишь сами понимаете что сейчас произойдет пенетрация да не смотри обосрация произошла обосрация произошла у товарища обосрация не слушай если он бы башками будет стрелять может быть и есть шанс но там подключилась ёсинка и это уже печальнее понимаете и именно последний наш залп прошел с минимальным уроном и именно последний наш залп прошел еще раз с минимальным уроном вражеский линкор уничтожен а теперь вопросики на миллиончик ребятоньки сможем ли мы отступить отсюда стрелять сейчас не будем нам нужно проскочить завоз хотя можно стрельнуть хули нет нам нужно проскочить за остров и тупо сейвится тупо сейвится ребятоньки есть шансики шансики маленькие как пиписечка младенца просто есть шансики но они есть рученьки мои дрожат потому что ссыкотно может быть прокатит но сомневаюсь 30 секунд 800 очей надо если бы стопали ту точку может быть может быть но поскольку не стопаем есть сомненько да он победит на карполях но убить его нет шансов сблизиться мы с ним тоже не сможем 8000 хп была бы еще одна хилка то это было бы блестяще а поскольку хилки то нету то просто по очкам проёбываем и проёбываем я повторюсь по одной большой причине это был бы победный бой но она и она не захотели этот победный бой делать я сделал все что мог это был шедевр по везению конечно но это пипец да чё тащим нам убить ёсину нереально она просто нас и аннигилирует и это была бы победа реально победа была бы просто почему ну почему в вашей голове нету такой вещи как контроль карты нажимаешь буковку м и такой опаньки ты смотри зелененький фланг заняли там водички много на ту водичку можно уплыть на той водичке можно безопасно поднимать авиацию в чем проблема хз чувак просто нас давал назад к нему пришли его зарашили его убили все дальше в чем проблема была идти в атаку на три корабля которые уступают нам при это мы им создаем шикарней sure и клеще просто проход вперёд е и их аннигиляция дальнейший выход на точку более быстрый захват точке дальнейший проход в то и и даже если бы авик понимаете вот я вот вот дой ситуации поняли если бы увек пошел бы вперед за мной мы бы победили если бы невский пошел бы вперед за мной а авик бы даже дальше просто стоял бы с невским быстрее бы прошли вот там в рейдом по тылам вышли бы в тылы атакующей группе Авика, и мы бы убили их опять-таки, понимаете? Убили бы, и это опять победа. Но они... Я про остальных вообще молчу, просто вот победа от него зависела и от Авика. Но нет. Не хотим. Не будем. Брезгуем, сука. Ой, блин. Понимаете, их хамием, не хамием, бесполезно. Жалко. Я, кстати, смотри, что-то последнее время-то с новыми перками какой-то нагиб-то пошел. Рекорд по урону на Тундре 350 тысяч для себя поставил, там, 354. Рекорд по Гинденбургу для себя по урону поставил 319 тысяч-то. Это кошерно. Хорошо было. Ну, команда, понимаете, подвела. Прекрасные парни. Хай-левел. Профессионалы. Мастера своего дела.